Самый человечный знак любви. Под таким девизом на станции переливания крови отмечают День всех влюбленных. Здесь всегда рады донорам, но сегодня особенно приветствуют тех, кто пришел парами. Любовь на самом деле спасает жизнь. Любовь дарит жизнь и любовь спасает жизнь, когда это очень необходимо. Муж и жена Кирюхин и доноры с многолетним стажем. В этот раз привели и сына. Ему исполнилось 18 лет и значит он тоже может подарить свою кровь тем, кто в этом нуждается. Супруг очень боится сдавать. Но сдает? Ну попробовал, сказал, что это не так страшно. Решил тоже подключиться. Достаточно активно сейчас сдает. А сын наш посмотрел, что нам ничего страшного нет. Решил дождаться 18-летия. Первый раз он сдал в декабре после 18-летия. Каждый год в больницах края требуется более 10 тысяч литров человеческой крови. Она нужна для онкобольных и жертв серьезных аварий. Некоторые доноры сдают кровь для конкретных пациентов. Большинство же делают это безадресно. Узнал, что это учреждение участвует в помощи, в поддержке детского онкологического центра. Там требуется постоянно кровь детишкам больным. Поэтому какая-то полезная вноша, по крайней мере лично от меня. В край сейчас более 20 тысяч активных доноров, которые в принципе все потребности больных в край в препаратах крови перекрывают. Но, к сожалению, бывают случаи, например, в роддомах, в дорожно-транспортных происшествиях, когда необходима кровь той или иной группы. Вот прям немедленно здесь и сейчас. Поэтому количество доноров, конечно же, чем больше их будет, тем лучше. Небольшая сумма на питание и два отгула причитаются каждому донору. Сейчас на станции ежедневно принимают кровь от 100 человек. Но говорят, что готовы обслуживать и больше. Всем донорам, кто сдает кровь к Дню Святого Валентина, на станции переливания дарят вот такие брелки в виде сердечка. Медики напоминают, сувенир можно получить только сегодня. А вот кровь в больницах края требуется каждый день. Тем более, что ее может подарить только человек. Наталья Смоленинова, Вячеслав Петров, Панорама.